Так, друзья, всем привет! Вы на теннисном канале Шанс Подняться. И сегодня мы обозреваем два матча. Немножко вот так вот нестандартно, непонятно, но... Как есть, друзья, полуфинал турнира в Роттердаме, потому что там играет Даня Медведев с Гайлем Манфицем. Даня Медведев в потрясающей форме находится. Смотрел полностью матч с Цонгой. Ничего не мог поделать с Даней. Жо. Несмотря на то, что играл вполне себе хорошо, мощно. Но Медведев просто не ошибается, играет слишком глубоко. Не дает себя выигрывать как-то легкими подачами. То есть Медведев далеко отходит на прием. Принимает так, что все мячи, наподобие Рафа и Надали, все мячи возвращаются. Очень тяжело. Ребята, я сразу хочу сказать, что вот эти вот сейчас выпуски, видосики выходят не так, как мне хочется, не по тому графику. По той причине, что матчи заканчиваются очень поздно по моему времени. И бывает такая ситуация, что я, допустим, жду, когда предыдущие матчи закончатся, чтобы сделать обзор на следующие. Но просто не дождаясь, думаю, да, ну его нафиг, я уже просто не могу. И на следующий день как бы сплю больше, потому что ждал. Ну и вот это вот все, короче. Неудобно немножко по времени. Будем надеяться, что следующие турниры будут более комфортны с точки зрения часового пояса. В общем, суть в том, что Гаэль Манфис и Даня Медведев играли 9-го числа на турнире в Софии. И Даня разобрался очень легко. В общем-то, не предоставив никаких вариантов Гаэлю Манфису для того, чтобы развернуться на корте. Я не очень люблю, когда происходит, вот сейчас коэффициент на Медведева 1.55, 9-го числа, когда они играли, 1.7 был на победу Медведева. Я не очень люблю, когда через короткое время теннисисты встречаются, потому что зачастую случается просто обратная ситуация. Хотя сейчас ее просто невозможно представить. То есть Медведев в полном порядке совершенно не предоставляет оппоненту никаких возможностей, никакой халявы. Если хочешь выиграть, попробуй, попробуй. Я ошибаться не буду, я играю очень длинно. Так отвечает Даня Медведев на корте всем своим оппонентам. И тем не менее, да, обратку надо учитывать, что теоретически это может случиться просто вот по закону обратки. И все. Потому что встреча состоится через короткое время после предыдущей. Но в целом я, честно говоря, не вижу все-таки таких вариантов. Не очень хотелось бы поддаваться каким-то предрассудкам, каким-то странным мыслям, да. И фора минусовая на Даню Медведеву, например, там минус 3, вполне себе смотрится хорошо. Даже больше, чем за 1,5. Я сейчас скажу вам даже точно, за сколько ее дает нам букмекер Мелбет. Роттердам. Одну секундочку. И потом перейдем на финал в Дохе. В общем-то, я кое-как досмотрел, досмотрел все это дело. Тотал фора Дани Медведева минус 3 смотрится за двоечку. Очень даже хорошо, я считаю. Вот такая мысль, мысль дня на полуфинал. Болеем за Даню Медведева. Я думаю, что у него есть все для того, чтобы реализовать эту минусовую фору. Или же за 1,55 просто победу. Ну вот так я вижу, так я верю. Переходим на финальный матч турнира в Дохе. Значит, у нас там невероятные такие полуфиналы сложились. Не очень похожие друг на друга. Симона Харипа вытащила абсолютно проигранный матч. Да, против... Против кого она играла-то? Против Элины Светолиной. 4-1 проигрывая в решающем сете. 0-3, 4-1, да. И совершив такой вот сильный реально камбэк. Мне очень нравится на этой неделе Симона тем, что она очень спокойна психологически. То есть, какой бы ни была ситуация, она спокойна. Она просто играет следующее очко, следующее очко. И не важно, что там вообще происходит. Вот, а Светолина не выдержала совершенно сегодня. То есть, это было психологически, я как увидел, да, вот это вот все. Она просто разнервничалась, и у нее все посыпалось из рук. Тем не менее, Харип делала все, что нужно для того, чтобы это произошло. Поэтому мне, с точки зрения упертости, нравится, как играет Харип. Как проиграла Кербер сегодня. На самом деле, очень такой непонятный матч сложился у Кербер с Элизой Мертонс. Да, в первом сете вроде бы все шло по плану. При счете 4-5 Кербер дала небольшой сбой, и Мертонс этим воспользовалась. Взяла первый сет 6-4. Потом абсолютно провально сыграла второй сет. 2-6. Я бы не сказал, что Кербер что-то сделал такое невероятное, да. Но, тем не менее, 6-2, и это уверенно, это мало ошибок. И в третьем сете 1-6, вот так вот никто не ожидал. Кербер уступила Элизе Мертонс. Но я бы не сказал, что здесь Элиза Мертонс сделала много для того, чтобы победить. Да, я хочу сказать, что вот Халеб со своим камбэком, да, смотрится гораздо более убедительно, нежели Элиза Мертонс. Поэтому я думаю, с учетом еще и личных встреч, дважды выигрывала Халеб, и все это было в 2018 году Элиза Мертонс. Я думаю, что Халеб и на грунте, я так понимаю, и на харде. Нет, дважды на грунте выигрывала Халеб. Хорошо, это немножко меняет дело, да, но незначительно, что все-таки больше у Мертонс шансов здесь на харде. Но тем не менее, тем не менее, я не вижу, не вижу иного исхода, пока у меня нет коэффициентов, пока у меня нет коэффициентов, да. Но, но у меня в любом случае одна и та же мысль. Симона Халеб будет победителем этого турнира. Как мне это видится, все может быть, конечно, но я просто смотрю по текущей форме спортсмена, по текущей форме второго спортсмена, да, финалистов Мертонс, Халеб. Я считаю, что Халеб гораздо убедительнее смотрится по всем компонентам. По компонентам стабильности, по компонентам мощи ударов, по тактической игре. Хотя где-то она на самом деле притормаживает, где-то она принимает неправильные решения на корте. Тем не менее, она здесь в финале и ключевой момент все-таки в психологии, я думаю, будет. Поэтому ждем победу от Симоны Халеб. Коэффициента я пока сказать не могу. Будем надеяться, что вот этот вот график выхода видео стабилизируется. Ставим лайки, да, не забываем про спонсора канала, букмекерская компания MLB, где вы можете делать ставки по высоким коэффициентам. Есть удобнейшее приложение на смартфон, удобнейший сайт с моря трансляций спортивных. Скачивайте по ссылке в описании и получайте бонус, вводя промокод, который также в описании. 30% сверху к основному на первый депозит. Играйте не на свои деньги, всегда будьте в плюсе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok